Привет, друзья! Меня зовут Элег Герт, я иллюстратор. И в этом видео я хочу показать вам процесс рисования иллюстрации со змеями. Эта иллюстрация была использована для того, чтобы печатать ее на рубашке карт, то есть на карте, на игральной карте с другой стороны. И также заказчик планировал использовать для печати постеров. И, по-моему, он еще печатал ее на футболках. И после того, я покажу вам процесс рисования этой иллюстрации. В конце ролика я разберу некоторые работы, которые прислали мне мои подписчики. Итак, погнали! Итак, друзья, вот так у меня выглядит эскиз. То есть вот этот эскиз я согласовал с заказчиком. Как видите, центральное место в этой иллюстрации занимает две змеи, которые кусают себя за хвост. И вокруг расположены узоры, а также руки, которые сжимают с одной стороны топоры, а с другой стороны кирки. Я рисую эту иллюстрацию в своей технике, используя свои кисти. И начинаю я иллюстрацию с того, что делаю основу. Я делаю ее в отдельном слое, одним цветом. И начинаю рисовать, собственно, всю змею подобным образом. То есть рисую какую-то основу тела, далее ластиком начинаю стирать и рисовать ей вот эти вот чешуйки. Тема иллюстрации это конкретное место. Это место гора Барклай в Соединенных Штатах Америки. История появления города связана с добыванием руды, с рубкой леса. И также по историческим данным там водилось очень много гремучих змей. Поэтому заказчик попросил мне нарисовать вот эти все элементы, изобразить в этой иллюстрации. На создание этой иллюстрации в целом у меня ушло порядка девяти часов. Поскольку одна змея является отражением зеркальной другой, я копирую ее и как бы немножко дорисовываю какие-то моменты, чтобы они не были один в один похожи. То есть какие-то зеркальные моменты я стараюсь перерисовать, чтобы эта вот схожесть, зеркальность их отражения не бросалась в глаза. Перед тем, как рисовать змею, я, разумеется, собрал ряд референсов, которые позволили мне нарисовать змею более реалистично. То есть я подсматривал, как там выглядят определенные чешуйки на голове, чтобы они были более реальны. И далее я приступаю к отрисовке других элементов моей иллюстрации. Я начинаю, собственно, рисовать такую же основу для рук, топоров, кирок и всего остального. Когда вы рисуете руки или вообще людей, то смело можете пользоваться зеркалом, чтобы срисовать какие-то моменты с себя. Это очень помогает в работе. Либо используя камеру ноутбука, делая фотографии и уже перерисовывая конкретные позы или эмоции. Также можете скачать изображение, разумеется, в поисковике Google или Яндекс, да, и уже рисовать, как себя ведет рука в данном случае, которая сжимает топор и уже быть более похожим на настоящий руки. Чтобы как раз таки избежать этих диспропорций, рука более-менее выглядела естественной. И еще в этой иллюстрации у меня будут паровозы. То есть в то время в этом городе была железная дорога, которая помогала вывозить уголь с этой горы. И вот заказчик попросил меня нарисовать там, чтобы в этой иллюстрации были паровозы. Опять-таки он мне прислал множество черно-белой фотографии того времени, где я подсмотрел, как выглядит паровоз и, собственно, взял какие-то элементы оттуда, чтобы была историческая достоверность. Я также сначала нарисовал какой-то эскиз, да, сделал какую-то основу, как и во всех элементах своей иллюстрации. Ну и понятно, что в паровозе очень-очень много мелких деталей, да, которые, если бы я отрисовывал, они бы при печати, допустим, на размере игральной карты не были бы видны. То есть они бы потерялись и печать бы ее не воспроизвела. Это было такое месиво из каких-то деталей. Об этом тоже, пожалуйста, помните, где будет использована ваша иллюстрация. И нужно ли, и стоит ли делать именно полное достоверное отображение каких-то вещей, либо можно немножко схитрить, слукавить, стилизовать и упростить какие-то элементы. И когда я уже отрисовал основу всех элементов в моей иллюстрации, я начал прорабатывать объем. То есть самому перехожу вкусненькому, как прорабатывать объем и тени в моей иллюстрации. Я пользуюсь следующим путем. Я делаю маску слоя в моей основе и уже использую свои кисти, свои текстурные кисти. Скачать их вы можете в описании к этому видео, либо сделать сами, посмотрев видео на моем канале, где я разбираю, как можно делать свои собственные кисти. Ссылка появится вот здесь. И я начинаю рисовать объем. То есть одну и ту же кисть я использую и в рисовании, и в стирании. То есть в ластике у меня тоже подобная кисть. И я начинаю прорабатывать определенные области в иллюстрации, затемняя и создавая плавные переходы затемненного участка какой-то, более освещенный. Используя подобные кисти, я добиваюсь как раз-таки вот такой вот текстурности, такой вот крафтовости, да. Мне очень нравится эта техника, я очень-очень люблю рисовать ней. Да, кстати, друзья, если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И, кстати, друзья, напоминаю, что я планирую делать новый формат видеороликов, где буду разбирать ваши работы. Поэтому присылайте ваши иллюстрации мне на почту, которая будет в описании к этому видео. Я буду делать ролик с разбором ваших иллюстраций, какие-то ваши ошибки. Покажу, где можно было сделать чуть-чуть по-другому. Это, возможно, поможет вам лучше понять, на что обратить внимание в ваших иллюстрациях, чтобы они стали лучше, интереснее и продаваемее. Я прохожу этой кистью по всем, по всем элементам, по всем деталям, по всем объектам моей иллюстрации. Это и руки, и кирки, и лопаты, и змея, и паровоз. То есть везде-везде-везде я пользуюсь этой кистью, только этой кистью. И, собственно, даже уже эта иллюстрация в один цвет, используя только одну кисть, только создавая объем, получается такая как черно-белая, да, монохромная иллюстрация в один цвет, но она уже работает, она уже визуально выглядит приемлемо, привлекательно и визуально красиво. У гремучей змеи такие характерные чешуйки, поэтому я стараюсь создать объем этих чешуек тоже. То есть я прохожу по каждой чешуйке свою кисть, создавая, как бы, такой угол, как бы, да, на каждой чешуйке. И затем, когда я проработал все-все объекты Я уже, собственно, затемняю как бы фон Затемняю вот эти вот узоры, которые я тоже нарисовал Как бы увожу их немножко в тень Вывожу на передний план Фокусирую внимание зрителя на какие-то более главные объекты Это вот краски змея, руки и паровоз А все остальное увожу немножко в тень, затемняю Следующим этапом в рисовании этой иллюстрации Я наношу уже освещенные участки во все объекты этой иллюстрации То есть я делаю новый слой, используя клиппинг маск Я вкладываю этот новый слой в основу, где я буду рисовать эту освещенную часть И опять-таки, используя эту же самую кисть Начинаю рисовать более светлым каким-то цветом Более теплым оттенком Уже рисую освещенную часть Когда вы работаете со светом и объемом Важно понимать, как ведет себя свет на том или ином объекте Поэтому обязательно не ленитесь и посмотрите на те вещи, которые вас окружают Они помогут вам понимать, как ведет себя свет на каких-то круглых объектах Или там квадратных То есть все подсказки на самом деле вокруг нас И они могут вам помочь в рисовании Просто будьте внимательны И уже когда я добавил вот этот второй цвет То есть по факту у меня получилось всего два цвета Цвет фона, черный цвет фона Это будет очень круто смотреться, если клиент будет печатать эту иллюстрацию на черный футбол То есть ему нужно будет использовать технологию шелкографии Два цвета, чтобы напечатать эту иллюстрацию Но на самом деле два-три цвета уже или три Разница в стоимости будет небольшая Поэтому я решил добавить еще один цвет Чтобы усилить вот эту центральную композицию Усилить внимание зрителей Привлечь внимание зрителей как раз-таки к змее Поэтому я сделал еще один слой Вложил его, используя опять-таки клипинг-маск в основу со змеей И сделал такую подсветку Используя противоположный цвет Комплементарный цвет Это вот как раз-таки холодное такое голубоватое свечение Которое подсветило как бы тело змеи немножко сбоку Вот такая иллюстрация у меня получилась в итоге Я сделал немножко разные файлы для того, чтобы клиент мог напечатать ее Как на футболках, так и на рубашке игральных карт То есть где-то она чуть-чуть более яркая Где-то она чуть-чуть более приглушенная Чтобы не потерять каких-то маленьких деталей при печати в разных масштабах Друзья, теперь я сделаю разбор нескольких ваших иллюстраций Я постараюсь сделать в конце каждого видео разбор таких иллюстраций Если вы будете мне их присылать Я постараюсь какие-то рассказать моменты, которые бросились мне в глаза И которые, на мой взгляд, могли бы улучшить вашу иллюстрацию Начнем Вот такого дракончика мне прислала Ксения И какие моменты бросились мне в глаза Во-первых, кадрирование Как вы видите, персонаж расположен очень-очень близко к краю кадра Если не было такой задачи, то всегда такие иллюстрации смотрятся несколько скованно То есть как бы границы кадра всегда давят на объект Поэтому всегда можно делать вот таким образом Используя инструмент кадрирования, дать немножко больше места Чтобы персонаж, как бы там был какой-то воздух у него Вот даже если я делаю немножко больше воздуха Смотрите, он уже смотрится не так сжат И на его взгляд это немножко лучше работает Второй момент, который мне бросился в глаза Это анатомия Немножко есть проблемка вот с лапками Всегда нужно помнить, что если он стоит боком То мы видим как бы вот это Если он стоит немножко полубоком А как будто бы голова у него полубоком А руки немножко в другую сторону То есть если вот, грубо говоря, упростить форму Той стороной, которой стоит нам дракончик То как будто бы это вот так И по идее руки его должны быть расположены вот так Получается правая его лапка должна быть чуть больше И как на переднем плане, да, левая чуть дальше А здесь как бы наоборот Передняя лапка здесь, а задняя лапка вон там То есть немножко в другую сторону расположена Итак, дальше У нас получается лапки тоже Видите, здесь анатомия не совсем понятна Когда вы рисуете лапы или руки персонажей Всегда начинайте от простых форм И уже начинайте усложнять их Да, допустим, здесь можно нарисовать сначала Вот такой вот треугольничек, да, который будет являться ладошкой Дальше потом наметить какие-то пальчики И здесь уже поиграться со сгибанием, да, поиграться, собственно, с пальчиками Как они могут выглядеть Если у него пальцы расположены по бокам, допустим, да, вот не совсем понятна анатомия По бокам, допустим, здесь у него палец, здесь какой-то центральный, здесь То есть нужно четко понимать у себя в голове Продумать даже в голове, какая у него анатомия Где у него пальчики, так или иначе То есть в этот момент немножко мне бросился в глаза и зацепил А это же касается, собственно, и лапок, да Тоже можно их проработать То есть видите, как будто эта линия расположена вот здесь То есть как будто бы он поворачивается в ту сторону А должно быть наоборот, да, линия пальчиков должна как бы быть вот так Поскольку у него голова, собственно, повернута здесь Так и вот это вот, да, расположение рук тоже должно быть наоборот Так, с анатомией понятно. Теперь касательно другого. Еще в этой иллюстрации автор очень много внимания уделил раскраске дракона. Это очень круто. Там такие узорчики на рожках у него и на теле. Но мало внимания уделил объему. А как раз таки объем здесь более важен. При проработке объема нужно четко понимать, откуда у нас исходит свет, где источник света. Как я понимаю, сейчас у нас несколько источников света. Это вот, собственно, вот это место. Да, это такая вселенная, которая в ладошках у этого дракона. Но мы смотрим на глаза еще и на освещенные участки тела. Видим, что как будто бы еще есть свет. Сейчас я просто драфт его покажу, что можно было сделать, чтобы стало понятнее механика. Да, о чем я говорю. Понятна схема. То есть, если у нас источник вот эта вот вселенная из рук, то вот эта часть, она была более темная. Так как она дальше находится от источника света. Соответственно, на ногах тоже, да, они дальше еще от источника света. Они должны быть чуть-чуть темнее. То есть, видите, да, тень от руки есть, но объема на руке, на лапке, да, у дракона нет. Так же и на голове тоже. Не хватает объема, чтобы показать, что он объемный. Опять-таки, если эта кисть плоская, то ее можно тоже там как-то отрисовать, чтобы показать, что эта кисточка не круглая, объемная, да, а она плоская. Это тоже можно было сделать и рисованием, как бы сделать ему какой-то вот такой хвостик, да, либо там как-то завернуть его, чтобы показать, что кисточка плоская, да. То есть, такие моменты всегда нужно прорабатывать. И расположение тени, видите, оно как бы тоже такое продолговатое, то есть, не совсем понятно, почему оно такой формы. Если он стоит на какой-то, грубо говоря, плоскости ровной, то тень должна быть от этого источника света, как бы тоже, в принципе, вот так располагаться, да. Если эта тень располагается таким образом, то как будто бы он стоит на какой-то вот такой вот закругленной поверхности, как циклорама, да, в фотостудиях. Поэтому тень немножко тоже исказилась. Хочу напомнить, что если мои слова каким-то образом вас обидели, да, я не хотел этого. Я лишь хочу просто показать мою точку зрения. Разумеется, все мы творческие люди, все мы авторы и создатели своих миров, своих персонажей, и все мы видим их слегка по-разному. Но есть какие-то моменты, которые бросаются мне в глаза. Я не хочу ни на что претендовать, просто мое мнение, которое, надеюсь, поможет вам по-другому взглянуть на ваши работы. И еще одну работу разберем сегодня. Эту иллюстрацию мне прислал Андрей. Что мне бросило в глаза? Здесь немножко другой уровень проработки. Очень круто там, да, добавлена текстура ткани, да, на материал, и царапины какие-то на шлем. Но, тем не менее, какие-то моменты я бы доработал, да, со своей стороны, чтобы иллюстрация выглядела еще круче. Вот что мне бросило в глаза? Давайте разберем. Во-первых, по анатомии давайте пройдемся, по формам, да. Во-первых, шлем, да, понятно, что это все немножко гипертрофированные образы. То есть, по идее, здесь можно было сделать шлем чуть-чуть больше, чуть больше закрыть лицо, потому что вот это расстояние до уха, оно немножко визуально смущает. И вот что касательно еще деталей, да, не совсем понятно, что вот это такое. То есть, по идее, это, наверное, какое-то от ремешка крепление, да, но здесь его тоже нет. Нужно оно здесь? Не знаю. Может быть, оно отвлекает, и его можно было бы не делать. Тут можно было сделать какую-то пряжку, да, или какие-то элементы на пряжке, чтобы добавить каких-то деталей. Опять-таки, непонятно, что вот это такое. Карман ли это, либо что-то еще. То есть, тоже можно было проработать, либо убрать, потому что это тоже какой-то элемент отвлекающий. Да, он вносит какое-то дополнение, да, какое цветовое пятно, которое вносит какое-то разнообразие, да, и дополняет какие-то цветовые акценты, но, тем не менее, непонятность этого пятна остается. И также есть такой момент, как не очень проработанная обувь. То есть, если вы... Понятно, что на самом деле обувь не то место, куда следует обратить внимание. Я и сам, на самом деле, не всегда прорабатываю настолько детальнее нижнюю часть иллюстрации, да, больше концентрируюсь на верхней, на морде, на лице. Тем не менее, можно было тоже проработать чуть-чуть больше детальней. Касательно проработки объема, да, здесь немножко ситуация получше. Тем не менее, тоже есть какие-то слабые места. Это вот здесь. То есть, немножко проработать хотелось объем, выглядит немножко плосковато, да. И уж если вы добавляете такие текстуры на, собственно, ткань и на шлем, такие царапки, то можно было проработать чуть-чуть больше лицо. То есть, самое важное в этом персонаже, на самом деле, лицо. Поэтому, если вы уже делаете такие детали, то потрудитесь добавить такие детали и в лицо. Это касается и волос, да. То есть, можно было добавить каких-то таких вот почеркушек, добавить мелких-мелких деталей в волос. Добавить немного ресниц тоже, да, там, немножко парочку, чтобы как бы сделать чуть-чуть более реальным детали. То есть, здесь какие-то такие чудесные пятнышки, да. То есть, можно было чуть-чуть больше их сделать. Можно было чуть-чуть больше, там, добавить зубов, да, капельку, да, совсем. То есть, какие-то такие моменты бросились мне в глаза. Опять-таки, по анатомии еще добавлю, что здесь можно было проработать как-то лучше вот это движение. То есть, по идее, если мы искажаем как-то брови, да, делаем их вот так или вот так, то у нас появляются какие-то морщинки на лбу. Здесь, как бы, понятного этого нет, но, тем не менее, можно было попробовать их проработать, да, больше проработать вот это вот место. Потому что, если мы что-то там делаем вот так, допустим, да, одну бровь поднимаем над другой, то у нас, как бы, это пространство над глазом, да, под бровью тоже искажается, тоже, как бы, нависает немножечко над глазом. То есть, эти моменты нужно проработать. Вот, это основные моменты, которые бросились мне в глаза в данной иллюстрации. И эти вот разборы, надеюсь, помогут вам как-то обратить внимание на ошибки свои, на своих иллюстрациях, да, или, например, увидеть ошибки, похожие на ваши в иллюстрациях других авторов. Вы сможете проработать их, да, и повысить уровень вашего рисования. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте ставить лайк и подписываться на канал. И если у вас есть какие-то вопросы, не забывайте писать их в комментариях к этому видео. Собственно, отвечу на каждый ваш вопрос. И пока, увидимся в следующем видео.